Меня зовут Марьяна Вишемирская, я до войны жила в Донецке в военном, в Макеевке вернее. Потом я познакомилась со своим мужем и мы решили как бы вместе жить, пожениться. И я, собственно, так попала в Мариуполь в 2020 году перед самым карантином, как закрылись границы на карантин. Мы вообще большинство думали, что ничего особо страшного, ну будет что-то, но что мы это все переживем. Но в итоге, когда начали масштабы нарастать, то, конечно, уже люди начали паниковать, уже выехать. Невозможно, не выпускали. Друг мужа, у него жена пыталась выехать, она под Запорожьем взорвалась на миню. 2 марта отключили воду, отключили электричество, полностью обесточили. Был газ еще пару дней, наверное, не знаю. И в итоге потом и газ пропал, ну ничего совершенно нет. 6 числа мы уже решили, что нужно идти, потому что у меня уже, ну вот уже вот-вот, я на сносях. И мы пришли в роддом, и нас приняли, нам не отказали, мы пришли в третий роддом. Поскольку больше идти было некуда, второй не принимает. А первый роддом, это было самое современное у них оборудование. Сперва им пришли, сказал персонал, что их здесь никто как бы не держит, можете домой, кому надо идти. А потом чуть позже пришли и сказали, что их не то чтобы не держат, им нужно выселяться. Но они мотивировали это тем, что сейчас зайдут сюда военные, им нужно здесь обосноваться, поскольку здесь солнечные батареи есть. Переселили рожениц в другую, оставшуюся единственную, в оставшийся единственный роддом. У них только маленький генератор, который работает исключительно на ИВЛ аппараты детям. Ребята, которые мужья роженицы беременных, они оставались в подвале жить. А на улице была полевая кухня, которая обоснована была этими же парнями. Они из домов люди выносили, что могли дать нам, ну им для того, чтобы они готовили. Там был чайник у них, был такой как бочонок металлический, в котором они кипяток грели и прочее. Военные ничем не помогали. Военные пришли однажды и спросили, дайте еды. А им говорят, ну а какой же еды, ну это все для беременных. Они говорят, мы 5 дней ничего не ели. И они забрали нашу еду, которую они говорят, ну приготовите еще. Когда произошел взрыв, все было спокойно, это было 9 марта, никаких выстрелов не было, мы спокойно спали ночью. И потом 9 марта мы сидели, обсуждали поконок малюка, вот что там внутри, и мы услышали, как прогремел снаряд. Потом я лично накинула на себя одеяло инстинктивно, вот и услышали второй снаряд. Мне частично попали стекла, немножечко рассекли нос под губой и вверху. Но это было незначительно, то есть вверху было более рассечено, и оно текло как бы на глаза, на щеку. Уже второй взрыв прогремел, мы потом и вышли, нас эвакуировали в подвал. Мы потом начали обсуждать, был ли авианалет. Сказали, что авианалета не было, то есть подтвердилось наше мнение, что мы не слышали, они тоже не слышали.